2022 год посвящен культурному наследию народов России. Несмотря на то, что идет только первый месяц, библиотечный фонд этнокультурного центра пополняется методическими материалами и книгами, которые так необходимы в работе. Для чего специалистам фолианты расскажем далее. Стихотворений разных авторов. Библиотека этнокультурного центра – это не просто хранилище книг, это целый фонд, где есть разные материалы, которые отражают историю наших предков, их быт и образ жизни. Сегодня Дом книг является излюбленным местом для историков и студентов. Библиотека специализирована. Это не просто книги художественные для чтения, это книги, которые помогают изучать и популяризировать историю нашего края, севера и вообще северов, историю финно-угорских народов и вообще разных народов России, различных культур. Здесь много материала по декоративно-прикладному творчеству, по народным промыслам. Особую актуальность этой библиотеке придают книги, которые были выпущены в единственном экземпляре. Также книжный фонд постоянно пополняется материалами из других регионов, которые также описывают историческую составляющую бытия коренных народов. У нас очень много коллег в разных регионах и все они тоже издают литературу специальную, то мы обмениваемся. Есть у нас знакомые авторы, которые присылают нам свои книги, институты исследовательские, то есть идет взаимообмен этих материалов. Помимо книг из других регионов, в библиотеке также имеются методические материалы, написанные специалистами этнокультурного центра. На основе этих материалов создаются сценические постановки с национальным колоритом. Мы проводим много мероприятий, связанных с национальными культурами, накапливаем этот материал сценарный, методический и потом издаем его. Вот если раньше мы издавали в виде книжечек и раздавали своим коллегами, всем, кому это интересно, то мы несколько лет уже назад поняли, что, конечно, в виде книг это уже время ушло и делаем в электронном виде. И у себя на сайте этнокультурного центра у нас есть такой раздел, специальная методическая копилка, и любой желающий может просто зайти в этот раздел и скачать себе все, что ему будет удобно. Также хорошим подспорьем для сценаристов являются исторические материалы и художественная литература, которые были написаны местными авторами. У нас есть очень хорошая подборка литературы по ненецкой культуре. Это не только ведь словари. Допустим, вот мне самой в свое время очень нравились книги Лара. И я, когда сама писала сценарии, я очень много брала именно из этих книг, потому что они легки к восприятию, они научные, но и художественные в то же время, они образные, они для меня были близки. Библиотечный фонд постоянно обновляется по всем направлениям культурно-просветительской работы. Познакомиться с методическими материалами может любой желающий. Но изучить его можно только в библиотеке. Некоторые из книг существуют в единичном экземпляре и имеют большую значимость для библиотечного фонда. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.